Глава двадцатая. За кулисами. Часть первая. Могу ли я что-то для тебя сделать? Или с тобой? Провал. Я не смогла спасти Монтереа Джека. И не смогла помешать Стил Хувзу убить шефа Гримстара. Я подводила своих друзей и всех, кто во мне нуждался. Меня как ножом резануло осознание того, что я сделала своим близким из-за этой сраной зависимости. И как бы мне не хотелось злиться на Вельветри Меди, это была моя вина, что Монтереа Джек мертв. Я убила его менталкой. Точнее, я убила его целой кучей менталок. Я ела их как... Мать твою, они действительно на вкус как конфеты. Какого хрена? Я была физически стыщена и морально подавлена. Мне хотелось рыдать как маленький. Мне потребовалось много времени, чтобы взять себя в копыта, подняться с пола и проделать путь назад. Подвал был огромным лабиринтом. Я не туда свернула и очутилась в комнате полный спарк генераторов, половина из которых работала, из-за чего вся комната, казалось, пульсировала. Те, что были у дальней стены, почернели, а их металлические корпуса были искорежены. Один взорвавшийся генератор искрил, делая воздух на вкус словно электрическим. Скелет пони, разорванного надвое, отлетевшим при взрыве металлическим куском, покоился на полу неподалеку. Судя по инженерным схемам на стене, это были генераторы, питавшие магическую защиту министерства. Они отдали свои жизни, чтобы спасти здание и всех его обитателей от менхэттенской жарбомбы. Ну, за исключением одного, очень невезучего обслуживающего их пони. Я задумалась, как его или ее звали, была ли у него семья, знали ли они, что с ним случилось. После двухсот лет оставалось лишь гадать. Я направилась назад и, наконец, нашла путь к выходу. Когда я вышла из подвала, меня встретили два пони-охранника башни Тенпони. — Литл Пип, вам надо пойти с нами. Я перевела взгляд с них на открытую дверь подвала. — Меня арестовали? — На сердце будто навалился камень, они, должно быть, думали, что я причастна к исчезновению шефа Гримстара. Это было быстро. Правда, я ведь недавно бегала здесь, словно сумасшедшая. А теперь вот она, я покидаю место преступления. Сегодняшний день не мог стать еще хуже. Я кивнула охранникам, ничего не сказав, и дала им сопроводить меня до полицейского отделения. Я была здесь раньше, я задалась вопросом, были ли тут те пони, с которыми я играла в салон. Я была соблазнительницу, чтобы добиться частной встречи с Монтереем. Им не пришлось бы меня казнить, я могла бы просто умереть от смущения. Лишь в одном я была уверена, я не собиралась ничего говорить. Я знала, что сделал Стил Хувс, но указать на него копыта мне к чему хорошему бы не привело. Я уже усвоил этот урок с Монтереем Джеком. Пони повернулись посмотреть, когда мы проходили через полицейский участок Тенпони. Я краем уха слышал о перешептывании, следовавшей за нами. Я узнал о нескольких дежурных охранниках, в том числе и того, которого я сладко уговорил одолжить мне карандаш, чтобы записать все идеи, что порождал мой мозг под праздничными менталками. Я опустила голову, хотелось просто ползти. Я увидела, как несколько охранников разговаривали со Стил Хувсом в кабинете, мимо которого мы прошли. Судя по всему, он был здесь по своей воле. Это не сулило ничего хорошего. Сюда, пожалуйста, потребовал один из моих сопровождающих. К моему удивлению, когда дверь распахнулась, я увидел не камеру, а прилично выглядевший офис, отделанный деревом и полный книжных полок. Присаживайтесь и никуда не уходите, к вам скоро придут. Я посмотрел на него в замешательстве. Извините за задержку. У нас была ситуация с шефом. Вы у нас сегодня не главный приоритет. Я была так изнарена, что опустилась на маленький диван, стоявший в офисе, и не двигалась, ожидая, как мне показалось, уже несколько часов. Я посмотрел на свой пип-бак. Становилось поздно. Я была голодна и сбита с толку. На углу стола стояло небольшое радио. Я включила его, собираясь забыться в музыке диджея Пон-3. Вместо этого я, к своему удивлению, услышал глубокий голос Стил Хувса. Я не герой. Если вы ищете героя, посмотрите на шефа Гримстара. Он храбро пожертвовал собой, чтобы спасти всех вас. Я лишь жалею, что не смог спасти его. Шериф Роттингтейл собирал настоящую армию пони-зомби в технических туннелях, окружавших башню. В подвале есть дверь, через которую шериф собирался впустить их на ни в чем не повинных жителей башни. Это была бы бойня. Когти, нанятые шефом, узнали об этой угрозе, но были недовольны тем, как пошли дела. Когда я встретил когтей, их было значительно меньше, чем в тот момент, когда шеф их нанимал. Так что они пренебрегли необходимостью уведомить его о чем-либо, оставив ваши жизни в опасности. Когда я проинформировал в этом шефа, он настоял на том, чтобы мы спустились вниз и проверили рассказ когтей. Мы нашли дверь и рискнули пройти через нее, намереваясь убедиться, что ее нельзя открыть снаружи. Мы занимались уничтожением терминала, управляющего дверью из технических тоннелей, когда пони-зомби атаковали нас толпой. Я спасся только благодаря своей броне. Я все еще помню последние слова шефа Гриммстара, приказывавшего мне бежать, закрыть дверь и принять меры, чтобы она не могла быть открыта изнутри. Он остался там, сражаясь насмерть, жертвуя собой, чтобы дать мне необходимое время, чтобы башня Тонпони была и оставалась в безопасности. Я уставилась на радио. Во имя Гривы Селестии что? Он правда собирался сделать это? История содержала настолько солидную долю правды, что смогла бы сдержать расследование. И возникне у кого-нибудь сомнение в ее правдивости, они будут расценены как сомнение в героизме шефа Гриммстара. Я знала истину, но я была единственной. И то было то лишь мое слово против его. Мое слово не гражданина. Не то, что я собиралась что-либо сказать. Я и так уже совершила ошибку. На радио снова зазвучал голос Динджея Понтри. Из интервью, взятого час назад одним из моих верных помощников, полицейские Тонпони подтвердили рассказ Стального Рейнджера, основываясь на компьютерной записи, оставленной шефом Гриммстара. Оу, подождите. Было ли это причиной, по которой он изначально направлялся сюда? Мои навыки вскрытия замков казались уникальными, но я сомневалась, что моя способность взломать терминалы так же редка. И если кто-нибудь и мог сделать это, то кто, если не рыцарь Министерства технологий? Это было всего лишь догадкой, подозрением, но меня поражало то, что Стилху вскрывал свои намерения. Часть меня восхищалась тем, что он способен на такое. Другая же часть сердилась за то, что он использовал передачу «Хаммэйдж», посвященную оглашению правды, пустошей, какой бы горько она ни была для того, чтобы распространять свою ложь. Я выключил радио. Наконец ко мне пришли поговорить. Жизнерадостный джентльпони, который занял место за столом напротив, был коричневым единорогом с очками на носу и кьюти-маркой в виде свитка. «Извините, что заставил ждать. Приступим к делу?» Я хмуро кивнула. «Мне уже не было интересно, зачем я здесь. Я просто хотел разделаться с чем бы там ни было и тихо уйти». Единорог пролевитировал несколько свитков на стол и развернул их. «Итак, нужно довести до вашего сведения некоторые расходы, которые должны быть учтены. Стоимость веревки, на которую повесили мантера и джека — 30 бутылочных крышек. Отличное качество, сделано слово. Стоимость услуг палача — 25 бутылочных крышек. Далее расходы на кремацию. Жеребец заглянул на меня поверх очков. «Если вы, конечно, не хотите, чтобы его тело бросили на улицу на съедение птицам». Его тон как бы намекал, что это выглядело бы нецивилизованно. Но он все-таки предоставляет мне выбор. «Сама кремация обойдется в сотню крышек, плюс 57 на стандартную урну». Я уставилась на него, начиная понимать. «Мне что, придется платить за казнь мантера и джека?» Я офигела. Как во имя Эквестрии может существовать такой бред? Хотя не такой уж и бред, подумала я, начиная впадать в депрессию. Это моя вина, что он мертв. С чего бы кто-то другой платил за это? Я угнетенно слушал список расходов, взносов и судебных издержек, который продолжал расти и расти. Годовая арендная плата за сырный магазин и его жилье получается 7200 бутылочных крышек. Все вместе, включая необходимые расходы и взносы, получается 9047 бутылочных крышек. Какое-то мгновение я смотрела безучастно. Потом кивнула и, вздохнув, спросила. «Сколько у меня времени, чтобы все отдать? У меня нет столько денег». «Все вместе мы бы легко собрали в два раза больше, но я бы чувствовал себя не в своей тарелке, если бы Каламити и Вильветри Меди помогали мне покрыть долг из своих денег, так же, как не взяла бы деньги Стилхувза, хоть из-за него я переживала меньше». Джентлпони только моргнул, глядя на меня. «Отлично. По их меркам я бедная». «Я имею в виду, что сейчас могла бы отдать половину». Странно, глядя на меня, жеребец сообщил мне. «Все же было оплачено по его счетам. К сожалению, Монтере и Джека не было достаточно денежных средств, чтобы платить все, поэтому пришлось конфисковать изрядное количество имущества и продать с аукциона в соответствии с...» Он бубнил юридическим языком, который совсем меня запутал. Мои мысли дрались друг с другом. «То есть мне не нужно было платить за казнь Монтере и Джека?» «Тогда для чего было тащить меня сюда и говорить это все?» «Они что, просто решили, что я хочу знать?» «То есть мне можно позлорадствовать?» «Мне официально положено злорадствовать?» Джентлпони опять уставился на меня и вдруг нахмурился. «Да, похоже, я говорю в пустоту», — пробурчал он себе под нос. И спросил, «Вы понятия не имеете, почему вы здесь, не так ли?» «Я покачала головой. Монтере и Джек был признан виновным в бандитизме. Он пытался вас ограбить. Таким образом, после его смерти все его имущество юридически является вашим». «Что? Стоп! Что?» «Это было ужасно, когда я думала, что меня наказывают. Я смирилась с этим, потому что заслужила наказание своей тупостью и небрежностью. А теперь меня за это награждают?» «Нет! Мир не мог настолько чокнуться! Я отказываюсь это допускать!» Жеребец внимательно посмотрел на меня. «Честно говоря, многие пони подозревают, что Монтере и Джек признался не столько из-за угрызений совести, сколько из-за воздействия магии вашего рога», — сказал он мне. «Я вспомнила перешептывание, когда проходила мимо. Конечно, они так думали. Любой соображающий в юриспруденции заподозрил бы меня. Даже я смогла понять, почему сознался Монтерей Джек лишь после нашего разговора тет-отет». Жеребец продолжил. «Лично я поставил немалую сумму на то, что все это был какой-то хитрый план, придуманный тобой и Монтереем Джеком». Он снова нахмурился. «Очевидно, нет». Я удивилась этому. «Что? Он умер? Какой это мог быть план?» Жеребец пожал плечами. «Мы все знаем, что Монтерей Джек изменился с тех пор, как его жена умерла». «После того, как Кларнет была убита, у них кроме меня никого не осталось». «Кларнет, да?» — спросила я, и жеребец кивнул. Он напоминал о своей жене. «Что с ней случилось?» «Есть слухи, будто где-то в Фетлоке есть нетронутая стойла. Несколько месяцев назад они попытались его найти. Так и не нашли. Никто не находил». «Мое сердце замерло. Было глупо винить себя за то, что я нашла стойла 29, не правда ли?» Ее убило Монтерей Джек, он прикончил тварь, но не раньше, чем она ужалила их обоих и сильно разорвала правый бок Кларнет. У бедняк была всего одна порция противоядия, и она настояла, чтобы он принял ее. С ее ранами, если верить Монтерею, она бы не выжила, даже если бы он заставил ее принять противоядие силой. Жеребец покачал головой. «Конечно, это то, что сказал Монтерей. Но я не припомню случая, когда этот жеребец лгал». «Милосердная Селестия!» Жеребец прокашлялся и повернулся к документам, лежащим перед ним. «Возвращаясь к нашему делу, даже после оплаты всех долгов остаются еще личные апартаменты, лицензия на магазин, некоторое количество товаров для дома. И, конечно, есть еще два вопроса, которые необходимо обсудить». «Это было так неправильно. Я не могла получать выгоду от смерти Монтерея. Это просто... Я не могла принять этого. Я не заслуживала этого». «Первое, конечно, это тот факт, что вы не являетесь гражданином башни Тенпони. Потому вы не можете вести никакой предпринимательской деятельности в башне. Обычно на то, чтобы получить гражданство, уходит несколько лет. Однако, учитывая законное владение данной собственностью, если вы начнете подавать соответствующие прошения прямо сейчас, то сможете получить гражданство чуть более чем через год». Он посмотрел на меня поверх очков, задерживая свой взгляд. «Однако я бы посоветовал вам продать магазин кому-нибудь из числа граждан. Получите приличную сумму и избавитесь от хлопот». Я кивнула и задумывалась, не пригодится ли хамэч, бывший сырный магазин. «Второе касается детей Монтерея Джека». Я навострила уши. «Что же с ними?» «Которым, согласно закону, разрешено оставаться в личных апартаментах до конца этого месяца. Так что, хотя формально вы и владеете собственностью, боюсь, что вы не сможете прогнать их до первого числа». Я чувствовала себя так, будто на меня рухнула пианино. Благодаря запутанному законодательству башни Тенпони, я стала той, кто выкидывает детей Монтерея Джека в объятия беспощадной пустоши. Я почувствовала, что наконец вижу то, что было скрыто за занавесом. Казнь Монтерея Джека превращала меня, героиню его детей, в пони, крадущую их дом сразу вслед за смертью отца. Я поднялась на их несчастье. Конечно, если бы я не сделал ничего, чтобы предотвратить это. Как я уже сделала раньше. Я позаботилась о них еще до того, как эта ловушка захлопнулась. Я подняла взгляд на жеребца, и мою депрессию сменила другое чувство. Гнев. «Он играл со мной!» Я орала в своем номере телекинезом, опрокидывая кровати. Мои глаза жгло от слез, мое сердце бешено колотилось, заходясь в приступе ярости. «Он подставил меня!» Я пустила по комнате торнадо из одеял. Я была добренькой кобылкой, которой можно легко манипулировать, и он был прав. Я топала копытами. Одеяло ударились об окно и отлетели. Я ненавидела Монтерея Джека, я хотела, чтобы он умер. Но он и так был уже мертв. Я не была пони, которая могла бы сорвать свою злость на его детях. Он был чертовски прав на мой счет. Поэтому я обрушил всю свою ярость на комнату и радовалась, что рядом нет никого из моих компаньонов, чтобы видеть это. Это было слишком. Стыд, что я испытывала из-за моей зависимости. Боль от того, что я делала, боль на своим друзьям. Предательский поступок в эльветре медиа. Теперь еще и то, как Монтерей умудрился подставить меня даже с того света. Я бросил одну из моих сидельных сумок в стену. Если бы левитация могла обладать какой-то силой, то я, наверное, пробила бы в этой стене дыру. И вместо того сумка просто ударилась, упала и открылась, вываливая на свет свое содержимое. Пожизненный запас праздничных менталок рассыпался по полу. Заначка, найденная в сейфе Пинки Пай. Я уставилась на гору банок, застыв на месте. Потребовалось всего лишь мгновение, чтобы весь мой гнев переключился на наркотики. Не успев даже осознать это, я уже стояла в ванной, одну за другой спуская содержимое баночек в туалет, проклиная их и себя за все, что мы вместе сделали с моей жизнью. Спшш. Вот ушел месячный запас. Спшш. Вот еще порция отправилась за ним. Я опорожняла и опорожняла баночки друг за другом. С катертью дорога. Больше вы никому не сможете навредить. Спшш. туда отправилась то в зависимость от чего я позволила себе попасть то чему я позволила стать между мной и пони которые были мне ближе чем семья я плакала так сильно что почти ничего не видела но мне не нужно было последняя баночка праздничных менталок парила в воздухе передо мной прямо над туалетом мне нужно было всего лишь наклонить и спустить воду простейшая вещь в мире детская игра для начинающего изучать телекинез наклонись и спусти баночка продолжала висеть не наклоняясь последняя баночка вместе со всеми страданиями что они принесли что я позволила им принести праздничные менталки спасали мою жизнь и жизнь моих друзей и не единожды должна ли я сохранить одну единственную баночку просто на всякий случай но если бы я взяла даже всего одну я могла бы снова попасть зависимость все началось также с одной штучки и я не могла позволить себе сделать это я не была монтареем джеком я не собиралась становиться такой баночка начала наклоняться но что если ясность ума даваемое ими было бы единственным что могло спасти моих друзей что если бы на кону стояла жизнь каламити или вельветри меди или стилхуза разве они не стоят такой жертвы с моей стороны да стоят баночка перестала клониться и поплава ко мне но могу ли я так поступить с ними заставить их снова пройти через это не будет ли это предательством по отношению к ним баночка остановилась и зависла над унитазом литл пип разлался голос хаммейдж у двери в ванную моя магия рассеялась баночка упала в туалет вместе с содержимым я смотрела на нее пораженная с красными опухшими глазами зная что выгляжу как полная уродина хаммейдж вошла в ванную такая элегантная в своем платье я отступила назад не желая случайно прикоснуться к ней своим грязным телом она не пустила меня схватила и прижала к себе я не могла больше сдерживаться и громко разрыдалась я услышал металлический скрежет когда хаммейдж левитации вытащила железную баночку из унитаза и кинула к другим таким же пустым затем хаммейдж забрала меня из моего номера к себе в библиотеку где она жила она поставила легкую музыку и все время оставалась рядом со мной включив эфир диджея пон 3 список новых песен сколько времени пройдет прежде чем это попадет список новостей устало спросила я когда солнце начал клониться к закату хаммейдж посмотрел на меня мягко на сукором ремонтница тостеров победившая наркоманию подробнее в начале следующего часа серый единорожка ткнул меня носом серьезно мне кажется эта новость не для всех верно я благодарна улыбнулась позволь я приготовлю тебе что-нибудь перекусить сказал хаммейдж прежде чем удалиться я только сейчас осознал насколько голодна я не ела уже почти два дня хаммейдж заставила бы устыдиться ресторану тенпони с их банановым пюре в форме корзиночек и прочим простая но вкусная еда и она была не против приготовить еще после того как я съела предыдущую порцию и все еще не наелась хоть после ужина я все еще чувствовал себя очень уставший и полностью истощенный эмоционально не говоря уж о набитом животе у меня были силы чтобы помочь ей убраться где ты научилась так готовить спросил я думаю о том как здорово было бы если б с нами путешествовал кто-то хотя бы наполовину одаренный ее талантом я боролась с сильным искушением позвать ее с нами и не только для того чтобы готовить но я знала что она нужна здесь вся кистриская пустошь нуждалась диджея пон 3 у меня была бурная молодость подмигнула она я ткнула ее копытцем и она продолжила я действительно была помощником последнего диджея пон 3 вот так и получил эту должность после того как он заболел я была единственной кто знал его заклинание меняющая голос передавалась как минимум пять раз от одного диджея к другому так что пустошь не узнала и не узнает о замене я кивнула после того как получила свою пить и марку я несколько лет потратила бегая по руинам мейнхэттены и около них с джо к блу близкой подругой подруги догадалась я о которой она уже упоминала раньше местность отсюда до филидельфии не была такой опасной как сейчас я искал аж записи и шары памяти и приносил их диджея пон 3 в надежде что там будет новая музыка или полезное известие для передач выполнял другие поручения для него же заработала свое место в башне научилась выживать готовка обращение с оружием много практиковалось во взломе терминалов отпирал закрыты двери и сейфы я подумал о всех совершенных мною взломах причиной которых в большинстве случаев было любопытство и потребность все изучать даже если то что я узнавала не значило ничего словно то что я хранила эти воспоминания было данью ушедшему прошлому джо к блу отлично разбиралась в оружии умела обезвреживать ловушки хамей шумолкла воспоминание явно причиняла ей боль ты хочешь поговорить об этом хамей шелднулась в глазах у нее стояли слезы большинство ловушек какой-то ублюдок смастерил ловушку в виде детской коляски использовал труп жеребенка и запись плача чтобы заманить жертву я в ужасе съежилась когда она поняла что ребенок мертв был уже слишком поздно чтобы убежать она пыталась обезвредить бомбу но голос дорогой мне единорожки надломился теперь был мой черед прижать хамей к себе я растянулась на кровати хамей она делала мне массаж либо она многому научилась во время нашего похода в спа либо у нее был большой опыт в этом деле неважно главное что это было просто восхитительно если бы я была кошкой я бы сейчас мурлыхала я почувствовал ее вес на себе когда она наклонилась ко моему уху и зашептала я знаю что врач прописал тебя отдыхать и не напрягаться ты это прослушала как и большинство его пациентов я кивнула не имея ни малейшего желания говорить об этом или о чем-либо еще то что она делала копытами было просто божественно она надавливала ими совершая круговые движения по задней части ног возможно не так умело как профессиональная спа пони но не сказано приятнее потому что это дело именно хамейдж поэтому я не собираюсь извиняться помогая тебе нарушать указания и дальше я понятия не имела что она у меня перехватило дыхание когда я почувствовал ее язык там где до этого момента могла только мечтать удовольствие прокатилась по всему моему телу и она только начинала это определенная будет напряженной деятельностью я села осматриваясь недоумение мой взгляд упал на темное окно хамейдж рядом в постели повернулась и глаз сдвинув магии одеяло литл пип сона спросила она я сказала что мне показалось будто увидела зеленую вспышку за окном это напомнило о такой же вспышки увидены неделю назад это наверное жар феникс сказала хамейдж прижимаясь ко мне носом несколько из них до сих пор обитают в мейнхэттене наверно кивнула я однако мне кажется что этот следует за нами следующее утро мы провели вместе хамейдж ненадолго выбралась из кровати чтобы приготовить завтрак а потом еще раз пару часов позже чтобы покопаться на станции экстренного радиовещания наверху в этот раз в новостях был рассказ о том как я храбро и мужественно спасла когтей блэквинг включая поздравления от диджея пон 3 с тем что мне снова удалось разбить два яйца одним копытом видимо убив трех оликорнов мы заодно взорвали и рейдерскую группировку я зарылась головой в простыни все это не должно было меня удивить хамейдж доказала что ей нравится меня смущать всеми возможными способами она отсутствовала большую часть часа дав мне время на раздумья когда она вернулась я все-таки решила поднять неприятную тему черный опал та штука спросила она сразу догадавшись о чем речь я думала она спросит зачем он мне но вместо этого она сказала откуда ты узнала что у меня есть такой я закусила губу знакомый попросил чтобы я достала я отвела взгляд а потом посмотрел ей в глаза мне очень хотелось послать этого пони на три буквы но я подумала что могу спросить пожалуйста ты вполне можешь отказать я не хочу чтобы между нами сейчас возникло недопонимание или вернее вообще когда-нибудь хамейдж внимательно смотрел на меня одно мгновение показавшееся вечностью и потом натянута улыбнулась милая единственное что могло возникнуть между нами за последние несколько часов это пот но даже мне пришлось заниматься делом хотя и хотела расслабиться и я не буду сердиться если ты поступишь также я вздохнул с облегчением и да ты можешь его взять она серьезно посмотрела мне в глаза у меня тоже кое-что есть для тебя а черный опал считай что это аванс у меня есть задание которое я хочу поручить именно тебе мои глаза расширились от удивления все что угодно она засмеялась ты вряд ли так скажешь когда узнаешь о чем я но ты и твои друзья вы планируете направиться в филадельфию так ведь смех ее голосе исчез когда она произнесла это название я решительно кивнула я все еще убеждена что что-то угрожающее назревает в пустоши что-то имеющее отношение к красному глазу оликорном я знаю они были на виду достаточно долго сказала и достаточно долго чтобы стил хуфс стал известен среди чудовищ как могучий охотник на оликорнов по крайней мере саркастически оликорны ведь давно уже существовали хотя лично я предположила бы что они сильно расплодились именно в последнее время хамэдж обдумала мои слова десять лет назад я них даже не слышала сейчас они повсюду в контрлоте а в этом году показались целые группы и в мейнхэттене я снова кивнула когда я выясню что происходит диджей пон три будет первым кто все узнает а вслед за тем и вся эквестрия будет в курсе покелась хамэдж хотя я наверное могла бы опередить тебя я подозревала это недосказанность была преднамеренной если ты выполнишь для меня это не такое уж простое задание помнишь тот блок нерабочих экранов на сэр помню так вот раньше на них шла трансляция с филидельфийской башни красный глаз взял ее под контроль ну или те три процента которым у меня был доступ и отрезал меня от нее если вы пойдете в ту сторону то я хочу чтобы вы подключили блок управления главному мейн фрейму станции башни это позволит диджею пон три наконец видеть что происходит в этом жутком месте красный глаз слишком долго работал в тени я топнула копытом хотя толку от этого не было подо мной была подушка будет сделано хамыч сняла картину прекрасной долины открываем ему взору сейф с дверью из бронированного стекла который с негромким щелчком открыла своей магией внутри было три предмета два из которых она пролевитировала ко мне первым был черный опал предмет полный воспоминаний которые наблюдатель так жаждал получить а вот это я хочу дать тебе в качестве подарка сказала хамыч с мягкой улыбкой теплым но настойчивым голосом обращаемое внимание на второй предмет ярко розовую статуэтку очень знакомый пони я никогда не видела пинки пай такой молодой и настолько живой я могла даже ожидать что статуэтка вскочит одушевленная чистой энергии которую излучала ее мордочка и начнет прыгать по комнате это я поняла была реальная пинки пай пинки пай твайлайт по сравнению с ней кобыла виденное мной в памяти было просто тенью она была подарком от предыдущего диджея пон 3 который в свою очередь получил статуэтку от того что был до него мне сказали что она была дана оригинальному первому диджею пон 3 винил скретч самой кобылицей министерства морали фигурка излучала такую ауру необузданного счастья что я не могла себе представить моральное состояние тех кто был рядом с пинки пай она сослужила мне хорошую службу и теперь я хочу дать ее тебе я посмотрел на хамыч протестуя всем своим существом я не могла это была семейная реликвия это было я знаю через что ты прошла и я знаю что она прошла через это же ты ты поборола это ты смогла а она нет я хочу чтобы это было тебе напоминание чем-то на что ты можешь посмотреть когда почувствуешь желание съесть еще одну менталку я с трудом сглотнула и кивнула понимая серьезность этого дара я обернула маленькую пинки пай в телекинетический кокон и тут же почувствовала удар все стало яснее мое тело стало более живым это было больше чем небольшая порция менталки но на вкус как яблочные конфеты и кекс глазури что за заявила часть моего разума я же вроде ничего в рот не клал вместе со статуэтками пинки пай и twilight sparkle я чувствовал себя почти как под действием менталок но без них только чище лучше более полезной я развернула статуэтку чтобы прочесть надпись на основании надпись была не такая как у других конечно она ведь и не должна была быть такой внимательность она была под буквой я чувствовала радость и печаль одновременно статуэтка напомнила мне о том что я сделала неправильно и о цене которую я бы заплатила не вытащи меня друзья из той бездны куда я сама себя загнала печальное признание того вреда что я сотворила вреда который мне теперь необходимо исправить посланник убеждавший что у меня есть силы не повторить это и пожалуй самое главное то был подарок хаммейдж давший мне знать что она приняла мою слабость приняла и простила спасибо хаммейдж это значит для меня больше больше чем ты можешь себе представить я пролевитировал ее к своей сидельной сумке открыв отдел в котором уже хранились три статуэтки я вынул оттуда twilight sparkle и прежде чем положить обе статуэтки в отдел я связала кусочком ткани twilight спинки пай теперь они могут быть снова вместе это было глупо но я чувствовал что так надо конец первой части